Руди Джулиани недавно сделал заявление о том, что движения жизни черных важны, движения, которые основаны на идее уважения, достоинства и неприкосновенности жизни черных людей. Он сказал, что это чистый расизм. Мне интересно ваше мнение. Гарри Маккарти, как вы думаете, согласны ли вы с сомнениям бывшего мэра Нью-Йорка? Я могу сказать следующее. Если бы это было движение жизни белых важны, то оно бы считалось расистским. Я считаю, что все жизни важны. Я провел 35 лет. Кстати, сегодня мой 35-летний юбилей с того момента, как я стал офицером полиции здесь, в Нью-Йорке. И все эти 35 лет я пытался уменьшить количество преступников и убийц. И неважно, были ли они черными, белыми, зелеными или фиолетовыми. Я верю в то, что нам нужно перешагнуть через наши отличия и провести честный разговор, который, я надеюсь, совершится. И в конце концов, нам нужно взаимодействовать друг с другом. Нам нужно сесть и попытаться решить все имеющиеся проблемы. Поднимите руку те люди, которые считают, что движения жизни черных важны, расистское. Или что движения жизни белых важны, считалось бы расистским. Поднимите, пожалуйста, руки. Им не нужно движения жизни белых важны, потому что то, что их жизни важны, уже понятно. Подождите секунду. Я проведу простую аналогию. Если бы мы зашли в ресторан и заказали бургер, и не дали вам бургер, и Джейку его бургер, а мне не дали ничего, является ли это дискриминацией или расизмом, когда я спрашиваю, где мой бургер? И потом вы поворачиваетесь и говорите, все бургеры важны. Что ж, я рад, что вы получили свой, но где мой? Я извиняюсь, Том, но данные, на которые вы опираетесь, показали, что в этом году полиция подстрелила больше белых, чем черных. Теперь я никаким образом не сбрасываю эту проблему со счетов. Все, что я делаю, это представляю альтернативную точку зрения.